Зубы и кулаки, как аргумент в борьбе за управлением на квартирном доме. Бывший председатель ТСЖ напала на нового председателя, избила, а некоторых жильцов даже покусала. Все произошло в новостройке на улице Тимирязева. Жильцы были недовольны работой своего председателя. Дом, по их мнению, содержался плохо, отчет об использовании финансовых средств не предоставлялся. На контакт председатель не шла, и жильцы, в конце концов, выбрали себе другого. В первый же день, после утверждения в новой должности, новая председатель была избита своей предшественницей. Вот это мой первый день моей работы председателем ТСЖ «Феникс». Придя на рабочее место к восьми часам утра, получила отпор от бывшего председателя, причем отпор в виде побоев. Вот мои ноги, то есть на том колене то же самое. Мы известили консержа о том, что власть поменялась, предоставили документы. Лариса пошла для того, чтобы как бы предоставить все данные, вот, проданного на нее напало. В общем-то, эта фурия вцепляется мне в волосы, причем я в два раза больше ее, но меня так не мотали никогда, как будто я вешу, как снежинка. Это волосы, которые я вытащила с своей головы, потому что она таскала меня по полу за волосы, и на голове у меня сейчас проплешины, причем такие серьезные. Это она прошлась ногами по моей руке, когда я лежала, когда она меня повалила. Она бросается на людей. Ну, за три месяца она избила четверых со мной. После того, как она плюнула ее муж продановый, и она начинает бить по голове моего мужа. Я начинаю кричать, соседи там, говорю, помогите, ну, понятно, стрессовая ситуация, крик. Она, чтобы отвлечь меня на себя, берет меня, хватает дико за волосы, начинает рвать на мне волосы. В итоге она бросилась на одного из собственника и его попусала. То есть, он ездил в больницу, мы делали там укол от бешенства и еще там от столбника, от чего. Каждый из нас, жителей, просто опасается. То есть, есть люди, которые недоволены, например, положением дел, но они просто боятся высказать какое-то свое мнение, потому что боятся, что им точно так же прилетит такая же вот ответочка. Участковому нашему говорю, вот смотрите, какая ситуация в нашем доме произошла, еще одна. Вы бездействуете. На что он мне ответил, что на ваше заявление получен отказ. Прежний председатель ТСЖ живет в этом же доме, но из своей квартиры больше не выходит и говорит, что это вообще не она. Александра Львовна? Кстати, жители намерены обращаться еще и в прокуратуру с жалобой на поведение своего бывшего председателя. Субтитры создавал DimaTorzok